Я не накрашенная в очках, с бутылкой водой, барышкой. Какой-то юноша везет мой чемодан. Что бы это могло значить? Молодой человек, что бы это могло значить? А куда мы едем? На юга. На юга? На юга чего? Сыбегнуло по усну. Короче, мы ехали-ехали и приехали вот сюда. Вот сюда мы приехали. На полтора часа раньше мы приехали. Заспанные, голодные. Теперь мы заспанные, голодные. Идем в Мак, потому что хочется кушать. И посидеть на удобных креслах. А не вот этом, что попалом. Да? Как тебе поездка в автобусе? Ну такое, вроде поспала, а вроде нет. В аварии чуть не попали, вообще классно. Все потому, что мы жлобы и зажлобились деньги на люкс в поезде. Извини меня, люкс стоит, как полбюджета. Наших денег. Ой, я помогла нам все уже кушать хочу. Наши завтрачные бургеры в Маке за наш первый завтрак в Одессе. Приехал в Одессу спортиком позаниматься. Гифку можно делать. Еще бы слезиться. Ну и таких видов. У меня начинают на улице одессы спешки. Прикольно. Класс, я так целый день ходил. Усерднее, усерднее. Чтобы я улетел? Улети. �, усерднее. значит вот дверь да допустим мы зашли в номер можно сразу тут холодильник телевизор висит и вот сразу окно в Европу вот столик тумбочка какая-то вешалочка вот тут треугольный какой-то тумбочка вот тут сразу вот вот стою я вот сразу кровать Саша сидит в шкаф купе вот так вот с отвергающей дверкой и тут значит у нас вот сразу туалет раковина вот и душ а теперь Александр продемонстрирует нам закрытие короче если вы хотите побыть наедине с самим собой то нужно приложить к это усилие назад так маленько да да то есть выйти ты выйдешь а вот зайти не факт короче вот такие вот пироги hotel hotel zirka не рекомендуем ревизор не рекомендует все будет хорошо александр может туда не спать поехали правильно мы приехали ради шикарного вида из окна вот такого ну что день второй едем на завтрак будем смотреть чем нас кормят в этой халупе поняли вы или нет на завтрак был отвратительный да Саша тебе тоже не понравилось это был завтрак когда нам на двоих на половину систочки дали и по яичка по завтракам да теперь мы идем на море решили дать морю второй шанс потому что вчера вечером когда мы на него пришли оно было отвратительное оно было холодное и все в водорослях когда мы утром к нему подходили водорослей не было поэтому надеемся что сейчас тоже не будет водорослей и мы сможем нормально поплавать новый день у меня все вот засранец он тут шел ныл что его бесит что в одессе нет мусора мусорных ведер без пределами на люди в огне входят бьют безнаказанность беззакония это все что ты хотел сказать в одессе нет элементарно я хочу вот я покушал мороженое и должен идти за 3 9 миль чтобы эту фигнюшку выкинуть нет а было балуфу кому-то это вытянуть или что не могу понять именно или он в канализационный люк именно к садипашкам ниндзя ну что это такое это полный аут и как сложно и не мотивация уникальная если только знаю вы видите море нет она там есть у одессы даже собственный лейп есть видите водичка одесса ваши ставки вкусно ли это так обычно девочки попить воду а то именно на камеру ваши ставки я именно уже пить хочу не снимай меня пожалуйста ну не мог в принципе что-то в духе от оба своя линия в таком контексте сколько она стоит дешево 8 7 а ну труд великолепная вода советую всем вон даже люди это деклама такая все пошли к морю идем вообще видите ты какой щегол в рубашечке вообще видите давай конечно покажи всем свою волосатую грудь что вы делаете с ней ну как бы вам сказать что ты кушаешь саш какой кусок мы кушаем мороженое в гранулах вот в гранулах мороженое вкусненько просто уровень видеоблогера от бога вкусненько так выглядит да мы уже покупались на море позагорали ускалили к кигам мы не сгорели что ты решил что мы сгорели мы мазались кремушками давай блин надо поститься следующий влог будет о том как саша будет встречаться на лыс в зоне бикини вот сегодня море просто супер мы поняли что нужно приходить на море с утра потому что вечером водоросл так что теперь каждый день с утра мы будем ходить на море внезапность ты меня испортил влог я хотел подсказаться такой испортить о кадре ты такая на меня вам скажи что у меня гранула сипется у меня гранула сипется очень необычно один раз поесть можно сбылась мечта идиота просто вот идет и просто умирает от восторга потому что это тот магазин комиксов о котором он мечтал просто всю жизнь заходите и 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 подбирать не парк в С каких пор ты стал инстаблокером? С тех пор, что я хочу кушать. Ну, давай. Сырый тут, конечно. Мое почтение. Хватит дудистик и заниматься, давай кушать. Ну, так что вкусно? Очень, очень. Боже, она горячая и тяжелая. Он сырни своим лицом. В полторы раза больше, чем голова. Когда мясо с ней добралось, это уже вкусно. Сыр чувствуешь? Она гигантская, я тоже чувствую. Так это не самая большая. Сколько, 600 грамм? Максимально 800, по-моему. Я не смогла доесть шаурму. Это оказалось выше моих сил. Александр, ваше мнение? Я объелся. Теперь нужно гулять, чтобы все отнести. Смотрю мемы. Радость жизни. Короче, вывод. Оно-то, конечно, понормально поначалу. Но, не смейте с меня. Я смею вас смеюсь. Надо было брать классическую, наверное, шаурму, чтобы попробовать. Самому собрать. Ну, да. Короче. Шаурма морщается с того, что добавляют картошку фри. Она ужасная. В смысле она... Листья салата. Ну, да. Листья... Ну, не листья салата, а яйца. Пекинскую капусту добавляют. Просто листьями. И картошка все портит. Если бы ее не было, было бы, наверное, лучше. Ну, короче, такое. Соус сырный, а не чесночный, божественный. Ну, 6 из 10. Попробовать можно. Но сырную не берите. Оно сытно. Оно, наверное, очень сытно. Сытно стоит своих денег определенно. Ну, я думаю, просто на вкус и цветовое защитие. То есть, если подобрать под себя, то, наверное, это будет божественное. Какие дела? В китилы. Приехали погулять в парк. А тут лебеди. Это лебеднячье озеро. Лебеднячье? Да. Ну, как-то в таком написании. Лебеднячье? Лебеднячье? Ну, подавайте, если мне надо. Черепаха, не сожрай. Где? Черепаха. Она хочет к нам. Она хочет нас сожрать. Очередная булочка. Ой, и вон черепаха. Тут просто нашествие черепах. И вот там маленькая черепаха пристает к большой черепахе. Ну, две маленькие, глянь. Они все к нам. Тут их столько. Там язык какая-то виды такая. Стрих их много. Ну, здесь. Посмотрите, там маленькая бубочка. Маленькая. Ой, потерял. Это большая была бубочка. Или то я ее и снимала. Маленько. А ты еще меньше хотела. Помимо этого, тут еще и рай для рыбаков. Просто посмотрите, сколько здесь рыб. Если их видно, конечно, хорошо на камере. Такая отцвечивает. Дэвид Боуи. Классно. Зашли в какой-то дорогущий торговый день. Даже дядька есть с перчаткой. Охранника, покажи. Охранник. О, охранник. Смотрите, это же просто рай для любителей Гарри Поттера. Вон кубок. Дневник этого Тома Гэдла. Побитый. Классно. А вот, глянь, пёс трех головки. А вот мой рай. Наш рай. Наш рай. Для кого-то вот эти особый рай. Ну, частично. Тут пингвины офигенные. Ну, частично. Глянь, какой пингвин офигенный. Ну да, фигурки классные. Че у нас дома такого? Вот уже прикольные. Ребят, начинаем играть в игру. Всего-то 6 899. То есть, на хера покупать новый телефон? Обалдеть. Купи Jumanji. Есть майка. Сколько маленькая стоит? Маленькая Jumanji. Слока. Jumanji маленькая. Всего-то 1200. Всего-то. Оно все на английском еще это тупо. Мяу. Мама, мяу. Мяу-мяу. 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 Это было очевидно, что мы не удержимся и купимся что-то в детском магазине. Правда? Ну, тут неловкий момент, когда купить игрушки тебе доставило больше эмоций и радости, чем вся Одесса. В Лос-Вегас. В Лос-Вегас. А не по пешеходная часть. Это даже именно, если какие-то там проспекты, где больше, чем одна полоса. Хотя бы элементарно, если у тебя есть велосипед, было бы где-то на нем проехать. Как-то так. Коротко и кратко, коротко и ясно. Коротко и ясно. И ясно. И ясно. Кратко. Дорогие подписчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Естественно, коротко и ясно. Сама тебе поставишь комментарий и ты лайк поставишь. Ага. Сама на себя подпишусь. Создам фейковую страницу. Сама себе подпишусь и напишу, что я была права. Да. Да. День третий. Идем на море. Сегодня ужасно. Не выспались. Сегодня завтрак не снимали. На завтрак была отвратительная гречка с котлетой. Душа. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не видно. Но мы хотим покататься на колесе обозрения и на американских горках. Американские горки тут лютые. Возможно, еще на этой штуке выглядит довольно экстимально. Ну, как минимум, я хотел бы. На вот этой. Сейчас будем наблюдать. Да, сейчас посмотрим, что это. А пока поснимай колесо, друзья. Довольно-таки быстро вещается, но надеемся, там не один круг. А вон, да, никогда прийти поснимай. Да, ну. А ну получше, чем ракушки выглядит. А-а-а! Я думаю, ровно велики страшно. Вы просто посмотрите на высоту этих горок. И мы только что на них катались. У меня до сих пор трясутся руки. Кто-то пищал сюда логу, а у кого-то челик лежит. Капец! Горки с трех уровней. Это просто такие... Пока не кривые, то ждам на них. Они тупо кривые. У меня рука трясется даже держать камеру. Это очень жестко. Это слишком жестко. Погнали на Magic. А сейчас мы идем на Magic. Там влево трон. И тоже стрёмный. Меня можно дать награду. Самый пизклявый голос одессы. Пищало это ужас. Снимка звук не остался. Пищит. Мама, мама. Ой, боже. Я не так именно, как сам боялся, как с нее смеялся. Просто половячую. Она именно одет как сумасшедшая. И пищит, просто как мышка. Как стадо мышей. В кунисон. Короче. А ты, визу, визу, визу. Я же потел. Фу, жестко. А что, смотрите. Я обляпалась гранатовым соком. Новый топик. Молодец. Мы потные, мокрые, наконец-то вернулись домой. Пол первого ночи. Кушай. Кушай, кушай. Пока не остыла. Я же должна показать людям, что мы едим. Правильно? Креветочки кушаем. Пиво пьем. Мы там на море покупались. Мы там море. Должно быть видно, но оно сливается с неба. Мы его не видим. Ты для Волга еще ни разу моду не показала, походу. Показывала. Показывала. Кушай, кушай, кушай. Хватит снимать. Не пиво пей, пока холодная. Вкусно. Кушай, 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 кушай. 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 Мы не успели на Севастополь. Слушай, но это намного больше. Скажи, что мы не успели на Севастополь, поэтому будем ехать на генерале. Тогда будем ехать на генерале. А у меня погоняло на генерала, потому что это будет очень эпично. Это намного больше. Вот, наш генерал едет. Кушай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Одесситы просто садисты. У них миллион лестниц. Просто миллион! Завтра у нас полноценный последний день в Одессе. Самое время подвести мини-итоги. Плюсы Одессы. В Одессе много котиков. Милых, жирненьких, пушистеньких. Таких просто сладких котиков. Минусы Одессы. Минусы Одессы. Ну, грязно. В каждом городе грязно. Просто миллионы дебильнейших ступенек. Неудобных ступенек. И беспризорно, нагло, бегающих тараканов по городу. Ужасная архитектура. В том плане, что одноплановая. В плохом состоянии. Улицы Одессы. Это просто отдельнейшая часть. Я не знаю, как люди находят дорогу домой. Потому что тут просто каждый квартал похож один на другой. Максимум может поменяться цвет плесени. Либо немного в другом месте потрясающая штука трубка. Мы идем с магазина. И у нас ориентиры это уже валяющиеся котики милашные. То есть мы тупо ориентируемся по котикам. Да. Чтобы дойти с магазина до нашего отеля, где мы остановились. Нужно просто ориентироваться на рыжем лежащем котике на входе в гостиницу. Все. Тут еще прикольная штука, что понравилось. Есть именно буточки. Не для собачек, а для котиков. Маленькие буточки для котиков. Где? Ну а сам гоник тут по себе не нормально. Ожидал больше. Да. Я слышал от знакомых, что Одесса не очень. Но не думал, что настолько этому прибыли. И увеличивается. Есть именно центр прикольный такой. Ну тоже ты там 3-4 раза сходишь, тебе надоест. Есть район Аркадия, где тоже сначала заходишь. Вау! Лас-Вегас именно чисто. Именно Лас-Вегас. Но без денег там делать абсолютно нечего. И мы там походили чисто вареную тоже. Ну и тоже. Все посмотрели и что дальше. А сам по себе город не такой, блин, я не знаю. Кто был в Хаткове, тот поймет, что половина города, как центр, это чисто пушкинская. А вторая половина это центральный рынок, либо холодная горь. Это чисто такая бычевная. Бомжей очень много. Здание. Вот сравнить именно в Хаткове. Я думал, в Хаткове в плохом состоянии, в центре здания. У нас в очень далеко нечего состояния здания. А тут именно чисто, ну, такое ощущение, вот мы проходим, то как будто дома скоро под землю уйдут. Пустановка, вот поверни. И тупо так целые здания есть. И уже окна, чуть ли оконные рамы не выпадают. Сокольные этажи под землю уходят. Не знаю, штукатурка подрыскавшись, что и ладонь туда может пролезть. Ну, не все, конечно, дома, но, блин, реально. То есть архитектура сама по себе офигенная, балдежная. Ну, за ней, ну, реально ощущение, что за ней никто не ухаживает. Что все деньги в городе идут типа в развлекаловку людей. А самих одесситов никто, как будто никто не думает. В общем, как-то так. Вот, смотрите, просто четырехэтажный пентхаус. Ой, четырехэтажный, двухэтажный, четырехкомнатный пентхаус для котиков. Это же милейшество, просто милейшество. Ну, оно милейшество-милейшество, и вот ближе к миске. Очень много таргаканов просто вон бегает. Таргаканов, да, наверное. Я раньше думал, только в общежитиях такое может быть. А, боже. На улице в жизни, вон, на улице в жизни таргаканов не встречал. Чтобы на улице не было. Это что-то новое. Ну, короче, тут сразу в одном кадре и плюсы, и минусы в всей Одессе. А вот напротив здания, ну, сейчас не видно. То есть, получается, по бокам и мух просто тренда, а по центру охрененная облицовка. То есть, именно здание чисто олицетродает в всей архитектуре Одессы. То боковая часть просто убитая. Мы сегодня от него проходили. А по центру так, аккуратненькая красочка. То есть, у меня все замазано, все именно... А боковая часть просто и так далее отваливается. Все пешеходные дороги Одессы такие есть. И я не знаю, как они тут плитку ложат и что тут срынуто, потому что ты идешь, и оно все вот такое чисто поплывчатое, поплавленное, я не знаю. Короче, обосрал Одессу только мог. Ну, что, приезжайте в Харьков. У нас Кернес мой лучший был. Он залезал. У нас последний полноценный день, когда мы плаваем в море, потому что завтра мы уезжаем. Я почувствовала эту боль. Ты что так больно упал? Мне было больно смотреть на это. На фоне моря сниму важные новости сегодняшнего дня. Только что пришло сообщение от перевозчиков, с которыми мы должны были возвращаться в Харьков. Пришло сообщение, что просто за день до отправки отменили рейс Одесса-Харьков. И мы теперь не знаем, как будем уезжать. Отличное завершение отпуска, правда? Рубрика и попытка номер два впихнуть невпихуемое. В этом же заведении, где мы ели шаурму в лаваше, решили попробовать бургеры. И они здесь каких-то нереальных просто размеров. У нас кот меньше. У нас кот меньше, чем этот бургер. Ну что, вкусно? Вкусно. Сейчас я буду пробовать. Твой соус такой. Ну, такое. Сама. Есть можно. Этот человек мечтал попробовать устрицу. И вот, наконец-то, у него мечта сейчас осуществится. Обожаю, обожаю мне продукты, обожаю лимончик. Но выглядит это все крайне мельско, честно сказать. Посмотрите. Какаясь херня. Я пробовала устрицу, мне не понравилось. Так, и просто пить, да? Ну, просто, ну, посмотри, чтобы она отсюда только была оторвана, чтобы ты всю жидкость не ехал. Все, давай. Я вижу разочарование в этих голосах. Поначалу прикольно, а потом, когда начинаешь ее жевать. Оно что-то еще так напоминает, когда в классе или в супермаркете ты покупаешь запайную, как бы на имен, морской коктейль. Там что-то похожее есть. Но не думаю, что это устрица, но тоже какие-то морские агады. Ну, сюда тупо не хватает каких-то соевого соуса моего любимого. Возможно, с какой-то запеченной картошечкой или чем-то таким-то делом. Ну, честно сказать, ожидание и вот ноль реальности. Где-то на четверку из десяти. Только так, лимон вкуснее. Я предупреждала, что это... Гляд, что мы еще в каком-то дорогом заведении не заказали. Там грим по семьдесят. И по сколько мы самые дорогие видели? По 150 и по сколько? Одна устрица. Да-да. Не, можно они там и вкуснее, но... И раз Маргарита говорит, что они вообще не готовятся. Я думаю, то же самое. Тем не менее, теперь у меня есть симпатичная гадушка. Можно будет поставить какую-то полочку. Еще в супермаркете. Спасибо за внимание. За вас и за Донбасс. Поддержку нашли. У тебя дископольки вызывают? Ты сейчас видишь, ничичи, да? Вот у меня на улице с тюльпами. Я с тюльпами боюсь. Я была в морге, не боюсь. Вот это стремно выглядит. Кто это? Да, как живая. Это шума. Штеф играл. Блин, да. Я с такой часа был. Ой, мама. Да, заходи. Мой мама, кто это? А это шо за бомжь? Это жакев крусто. Да, она типа с самой большим носом может. Это шо за Игорь Николаев какой-то? Шо? Боже мой, смотрите на этого человека. Шо творит? Шо творит, господи. Вот этот реальный страх. Он смотрит как живой. Вот это стремно. А это кто? Саддам Хусейн. Ужас какой. Есть. Боже. Джордж Буш. Не, реалистичный очень. Ну да, вот такие это. Ну, очень не. Был бы я сам, я бы сейчас подписаться. Стремно. Ой, вот эту женщину я не рассмотрела. Кто это? А, Жаклин Кеннеди. Это кто? Волон-де-Морт? А, Фонтамас. Всегда будет интересен, как Фонтамас без маски. Боже, посмотри, а почему это вместе соединено? Не знаю. Вот это и аватар. Ну, тут аватара плохо видно, кстати. А ну-ка. О, ужас. Страх какой. Ё-моё. Боже, да какой вот этот стремный. Так что, что он сейчас подросток задушит. Ужас какой. Тоже крепота. А не только как живые. Посмотрите, видели Иисуса Христа? А? Вот он. Я его немножко по-другому все представляла. Вон ему денежки все. Кидают, а? Вот этот тип уже откинулся. Ну да, это правда. Боже, ну вот они выглядят живые. Вот это стремный. Ну, он, наверное, только живой тянет. Да. Вот это очень живое. Было бы жажко, если бы они решили прикольнуться. И просто кого-нибудь из них реально живой человек был. И он тут внезапно. Представляешь, если кто-нибудь живого поставили, тут внезапно. Смотришь? Да. Давай. Это мой дед. Ты фоткать будешь? Ну, я фоткаю. Это все? Ну да. Это все? Боже, что это за дядя, а? Who are you? Луи де Фюнец. Французский киноактер, комик. Я тебе вижу? А вот это же из фильмов про Фантомаса. Ну вот это вообще... Бля... Это что, это страх? Не спалось? Не страшно. Все? Мы все посмотрели? А где Бэби Йода? Почему тут старпер какой-то? Мне нужен Бэби Йода. Ну, это все может уже лет по 20. Ну да. А видел, там на входе вообще одному закрыли тряпочку. Походу плохо ему. Последний вечер в Одессе, когда шел к концу. Bye-bye. Вот еще и дырка есть. Что не закрывается? Только что позавтракает. Последний раз. В Аталии Зирка. Скажи бы ее. Мы выселяемся. И едем домой через 4 часа. 4 с половиной. Всем привет. Мы дома. Наконец-то. Наконец-то. Извините, что влоги не снимали, потому что далеко было просто ад. Адддд. Мы думали, мы не доживем, если честно. Если персональный ад существует, то сегодня мы в нем побывали. когда пытались уехать домой. Началось все с того, что изначально наш рейс, наш автобус, на который мы должны были ехать, отменили за день до поездки. Во-вторых, мы быстренько нашли новый автобус, заказали билеты, но когда мы уже подходили к вокзалу, нам позвонили и сказали, что, извините, но рейс немножко переносится на два с половиной часа, и мы уехали не в пол пятого, когда должны были уехать, а уехали в семь. Классно. Это было во-вторых, в-третьих. Когда мы ставили чемоданы, выяснилось, что за багаж нужно платить. Бало того, что мы заплатили по 500 гривен за билеты, плюс еще 100 гривен за две сумки в багажнике. Так, дальше. Давай, Александр. Дальше. Едем, едем, едем. Все как обычно. Останавливаемся на первой остановке. Водитель кодит, подходит два полицейских. Такие. А кто водитель? И водитель тут такой, да не знаю и тому подобное. Кто-то с пассажиром. Так вот же водитель. Водитель отходит, и те начинают его во все щели. Пробивают номера, смотрят, что с машиной, что-то не то, что-то им показано. Ты видишь, там у тебя тут, а тут, а тут. Говорят, а у тебя есть документы, тут морозится. Потом, а покажи-ка лицензию вдруг, а лицензии походу никакой нет. Мы тут постояли так минут 20, думали уже все, никуда не поедем. В итоге подышались эти вопросы. То есть на полчаса где-то мы задержались. Едем мы дальше. Едем, едем, едем по Николаеву. Там из-за того, что сейчас посевная, очень большие пробки, очень много фур стоят. Ехали, сколько мы, наверное, полчаса или сколько ехали по пробкам. Выезжаем именно как раз таки вот эту траншею с пробками. Звонит. Вы там как бы трех человек, двух или трех человек забыли. Тупо мы возвращаемся и назад по этой пробке едем. В итоге то ли мы, то ли нас КАМАЗ подрезал, чуть в Аваду не попали. Возвращаемся, забираем людей. Едем назад. Ну и так как походу у водителя этого хорошего очень человека нет лицензии, мы всю дорогу ехали не по скоростной страсти, как обычно, а по каким-то полям. С убитой хлам просто дорогой. Просто хлам, чуть ли не по грунтовке. Да, просто дело в том, что мы, когда ехали в Одессу, мы ехали по нормальным дорогам и мы должны, выезжали всем и должны были приехать в пол восьмого утра. В итоге, что мы приехали в шесть утра, да, или что-то около того, что мы приехали гораздо раньше. Здесь как бы мы выехали тоже в семь и приехали в десять утра. Ну, то есть, капец. Ехали по ужаснейшей дороге. Этот скотина несся как сумасшедший, при том, что дорога максимально неровная. Там, блин, максимально, наверное, километра... Максимально убитая? Там как в автобусе кидала? Там надо чисто по такой дороге, наверное, километров сколько-50 надо ехать, а это, наверное, километра 80. Потом начался ливень, мы выехали на нормальную дорогу. Сверху был люк, который, типа, открывается, чтобы воздухом можно было подышать. И за нами места, где люди сидели, их тупо заливало дождем. Потом была сильная гроза очень. Был шквальный дождь. Просто стена именно такая дождя. Идет именно херачит этот дождь, и эта скотина летит, наверное, ну, сто или больше по ливню с скотинными поворотами. Пересекает двойную сплошную, обгоняет фуры, летит навстречку. То есть, мы, наверное, я держался обеими руками, я уже не знал, мы доедем или нет. Что там дальше такое было интересное? Расстояние между сидениями. А, да, да, да. Вернее, полное их отсутствие. То есть, людям с низким ростом и с маленькими ножками повезло в жизни, потому что они смогут спокойненько поехать на автобус. Если вы уже немножко высокий человек, у вас длинные ноги, то как бы забудьте, что у вас есть ноги. Потому что в поездке они у вас отпадут. Потому что это... И сидения, которые не откидывались, тоже очень замечательная вещь. Вообще, ноу-хау. Илон Маск на заметку, пожалуй, стормаляем. То есть, именно ультраудобно. Тут для азиатов, я думаю, покатить. Чисто, сэкономить для азиатов можно. Они же не высокие люди. Остановочки, которые у нас были. Не на заправках, как обычно. Либо же кофейку попить. Кофей, это, хот-дог покушать. Нормально садить в туалет. Останавливаться в каких-то полях непонятных. В каких-то селах, где волки боятся какать. То есть, именно, как люди говорят, именно... Туалет есть за лгом в лесу и дисфонатиком. Там какая-то изба именно сатаны. То есть, такое себе. Интервал между остановками тоже. Обычно как, ну, 15-20 минут. Ну, то есть, покурите, этот именно... Так, 10 минут, и никого не буду ждать, именно. При этом, что уже 3-х человек забывал в Николаеве. Тупо 10 минут прошло. Этот молчий сел, завел трансфер. Все понимают, люди, что нужно садиться. Он даже не смотрит. Он тупо даже не смотрит, сели все или нет. И тупо уезжает. Один раз мы на остановке, так и чуть не забыли еще раз женщину. Когда ему сказали, типа, водитель, еще одна женщина. Тот с матами и педематами, потому что... Начинают... Сколько там девочки, наверное, года 4 было. То есть, реально, дети были там 4 года. Девочки там, наверное, сели в Запорожье. Мне тут уже лет по 15. Ну, то есть, дети едут. Этот с матами, а до утра, накурчит. Что еще дальше классное было? А, в Запорожье. То, что мест не хватало всем. И сели девочки в Запорожье. И просто тупо им не хватило одного места. И они сидели друг с другом на руках. В итоге, потом, когда в Непрех это вышло, девочки смогли сесть нормально. Села мама с маленьким ребенком. И она покупала два места. И в итоге, ей водитель отдал деньги за одно место. Потому что тупо не хватало места ее ребенка. И она тоже пришлось ехать до Харькова, Днепра, 3 часа на руках ребенка. А то, что еще посадил этот водитель какого-то инвалида. Ну, там, мужчина с ножками что-то не так был с палочкой. И посадил тупо возле двери, где постоянно люди проходят. Тоже именно замечательное просто решение. Я не знаю, какой уровень IQ у этого человека. А, еще замечание одно классное. Туда назад мы ехали, получается, было два водителя. Чтобы один там, допустим, устал, хочет поднимать, второй подменил. Тут этот один хороший человек сам ехал. При этом мы только отправляемся, он уже начинает ныть, что так и так. Я уже с матюками начинаю ныть, что я 15 часов в дороге. И мы такие, блин, а как ты нас везти будешь? Как бы. То есть, ну, вообще замечательно. Есть какие-то еще комментарии по данному поводу? Доброе. Садизм. Садизм, живодерство. Это просто... Значит так. Мы были не в курсе такого. Если бы я увидела это раньше, я бы там разобралась изначально. Хипиш поднял. Ну и, короче, из-за того, что были узкие сидения, решили, пойдем сядем назад, попробуем. Там где-то в проход можно вытянуть ноги, посмотрим. Сзади так подкидывают, что там невозможно. Там не... На нормальной дороге даже. Что там невозможно сидеть. Там очень подкидывают. То есть, можете представить, что творится в багажнике, да? Там чемоданы наши летали. Мы приехали в Харьков. Он открывает багажник, чтобы мы могли забрать свои вещи. И я просто понимаю, что в багажнике стоит клетка с двумя котятами. То есть, вы можете себе представить, что там вообще происходило с этими котятами в клетке? И как их по всему багажнику? Просто это... Плюс гроза. Плюс гроза. Это вообще, что за живодерство? Это как вообще? Типа, в смысле? Они в багажнике. И они говорят, так, тут вентиляция, тут хорошо. Да в смысле? В смысле, блин? Их там по всему багажнику уносило. Это просто жесть. Надеюсь, вся их фирма и все они вместе будут гореть в аду. Потому что это... Тут нельзя так. По поводу этих всех происшествий и так далее, можно даже подумать, что можно о них какую-то жалобу написать или в суд подать. У них тут-то было. Вот честно, вот он там с одной женщиной визитку давал, она была взять у него тоже визитку. И чтобы просто на весь интернет осветить, что-то за фирмой и с кем ездить не стоит. А то, что билеты он... Я скажи, за то, что он билеты вырвал, просто в помойку погвал. Вот, что мы остановились на остановке. И мне интересно, какая у них там бухгалтерия, с учетом даже того, что якобы нужно платить за багаж... Якобы нужно платить за багаж 50 гривен, так и так. Типа по накладной какие-то вот должно быть, или еще что-то. Хер там плавал. Он просто на остановке взял эти все документы с печатями, с подписями и тому подобное, все наши билеты, свою бухгалтерию. Просто взял, пойвал на 4 части и выкинул просто в губину. То есть вообще именно ультра-класс. Если что, если что, у нас осталось сообщение с номером машины. Если что, пробить можно. Вычислить только именно поэфи. Вычислить, да. И вывезти в лес, как стали добрые. Да, потому что это жесть. Ребят, ездите на поездах, пожалуйста. И не отдыхайте в Одессе. И не отдыхайте в Одессе. В Хаткове лучше. Мы приехали домой и просто такое блаженство. Боже, как хорошо дома. Мы лучше покупаем денежек и съездим на Азов. На Азов, понимаете? Нам не понравилось Черное море, поедем на Азов. Азов просто лучше. Я никогда не подумал, что что-то есть хуже Азова. А оказывается, это Одесса. Хуже Одессы? Дальше, господи. Сраная, засадая Седова. Просто лакшери-курорт по сравнению с Одессой. Вот и все. Вот и все. И еще очень классная история, что мы поехали домой, покушали пельмешек, поспали, проснулись, сходили в магазин, заводили кофе, сделали бутыргодики. Это было намного вкуснее, чем все то, что мы ели в Одессе. Просто за эту неделю. Не-не, самое эпичное то, что мы приехали домой, типа, ура, мы дома, боже, как хорошо в Харькове, лучший город на свете. Мы просто подходим к подъезду и у нас висит объявление, что у нас с 20 на 7 по 20 на 8 отключили горячую воду. И сходили в АТБ, назад, идем по педокрестку, все нормально, назад возвращаемся тупо. На всем педокрестке отключили светофобия. Лучший город. Все равно, даже с этим учетом Харьков лучше. Пока. И мой второй подбородок. Это я не в Одессе наело, это все еще до Одессы. Хе-хе.